Вы хотели знать своих героев? Меня зовут Наталья Александровна Луковникова. Мне уже 60 лет. И я хотела бы, чтобы у нас жизнь была только в чистой экологической стране мы жили, но не в такой вот стране захламленной. Ну как можно не любить свою страну и вот так вот валить мусор? Я не знаю даже. Ну когда же все это сдвинется с точки с мертвой? Ну давайте как-то решим эти проблемы. Ну нельзя, надо заставить народ уважать себя. Я вот даже на колени сейчас встану перед всем народом. Вот даже не побоюсь испачкаться об этих мусорах. Ну пожалуйста, прошу я вас всех. Люди, просмитесь. Давайте вот я вас перед Богом хочу вас всех поставить. Ну мы же ведь грешные люди. Ну как можно захламлять нашу страну? Тут рядом кладбище. Люди похоронены, лежат. И мы валим мусор и валим. Ну давайте что-то делать. Давайте заключим договора. Давайте будем платить, ну чтобы расчистить. Вот это стекло, оно же веками будет лежать и захламлять землю. А ведь земля-то бедная дышит, питается этой грязью и нам дает воду грязную. Откуда вода грязная? Вот она откуда вода грязная. Мы ее пьем. Ну давайте как-то будем людьми. Давайте возьмемся все, подумаем о дальнейшей жизни. Ну что это такое? Ну посмотрите, вот здесь может и пожар начаться. Я вас прошу, Господи, помогите, Господи. Хоть чтобы до людей все это дошло, пожалуйста, ну возьмитесь вы, ну возьмитесь за ум, ну проснитесь, ну не валите вы мусор. Ну давайте платить за это, потому что иначе не решим мы проблему. В этом году надо обязательно сдвинуть с точки все это. Дорогие мои жители Калтубанки, я вас очень прошу, я вот даже на колени встану, прошу вас, давайте заключим договора. Давайте будем даже оплату какую-то делать, минимальную, ну сколько там, ну по 100 рублей мы каждый месяц будем платить, но мы избавимся от этого мусора. Это же мы дышим этим всем, всей вредностью, вы поймите. Ну вот я не знаю, как еще вас уговаривать, я вас очень прошу, давайте там минимальные деньги. Такие строите коттеджи, какие у всех дома, ну мы живем в таком хламе, ну как это можно понимать? Ну вы хотя бы немножко подумайте о дальнейшей жизни, ну что это такое вот. Обещали вывеску повесить, вывески нету. Вы посмотрите, какая территория, какие тут леса, тут воздух чистый, ну мы захламили весь воздух. Ну проснитесь, давайте что-то делать, ну очистим вы свою колтубанку от этого мусора, боже мой. Ну до каких это пор будет продолжаться, ну что это такое? Так, сегодня у нас 16 октября 2017 год. Ну вот представьте, если мы еще будем валить и валить и валить, ну как наши будут дети жить, внуки, правнуки? Ну что мы делаем с нашей страной? Мы не любим ее, нашу страну. Если бы мы любили, мы бы так не заваливали ее хламом, мусором. Ну валите возле своего дома, вам это понравится. Вот навалите возле своего дома и будете ходить возле этого мусора. Нет, вы рядом валите, но зато такие коттеджи поднастроили, что думаете, так хорошо вы живете. А этим воздухом-то все ведь дышат. Товарищи, вы нас называете свиньями. Ну а все-то не свиньи, вот в этих коттеджах живут, поставили себе мусорные баки. А сами-то все равно эти мусорные баки, если их убрать, вы вообще тоже завалитесь в мусоре. Ну что это такое? Ну поставьте везде. Ну вы люди, а мы не люди. Так получается. Обещали вывеску поставить, так и не поставили. Везде один обман. А мы так и будем продолжать жить и дышать этой гадостью. И смотреть на все это. Ну неужели вам свою землю не жалко? Родная земля, что терпит от народа. Она уже восстала против народа. Вся земля, весь климат поменялся. Только из-за этого. Товарищи, посмотрите. Вот везде идет дым. Это может возникнуть такой пожар. Для страны какие будут убытки. И все ведь это накладывается на весь наш народ. Вы посмотрите. Ну никто даже нет пожарных расчетов. Никто даже не думает, что все может загореться. И никому нет дела. Ну до каких пор это будет продолжаться? Посмотрите, сколько валяется стекла. На выпивку у вас есть деньги. Но чтобы заплатить за мусор, у вас нет денег. Вы посмотрите. Я одела зеленую куртку, как у Путина папка зеленая. И я хочу, чтобы Путин услышал нас. Потому что без Путина ничего не решается. Вся эта бюрократическая стена стоит на месте. Они только говорят, говорят, говорят. Но дел никаких нету. Ну вы помогите нам разобраться с этой свалкой. Очистить ее. Давайте все встанем. Хотя бы какой-то субботник устроим. Ну нужно что-то делать. Но с этим дымом-то надо тоже решать. Почему пожарные не смотрят? Дымит, дымит. Ну загорится. Начнет гореть. Начнут технику поднимать. Какие сделают, будут убытки для страны. Это никому даже дела нет. Товарищи, в этом году у нас заканчивается программа экологии. Мы, если в этом году не поднимем, ничего не сделаем, все ляжет, весь мусор опять под снег. То есть это все будет мертво. Все умрет это. И опять так же будет продолжаться. И будут возить так же валить мусор. Ну когда это все кончится? Владимир Владимирович Путин. Я обращаюсь к вам, как мать, как бабушка. Ну помогите вы нам, пожалуйста. Ну спасите, пожалуйста, наших детей от этого хлама. Наши ведь дети так же будут жить. Валите, валите, пока не задохнутся совсем от этого мусора. В Колтубанке сделали места под мусор. Отвели, обозначили место под мусор, начали туда валить. Не успели баки поставить, они валят и валят. Ну что такое, абаков и по сей день нет. Мы бы, конечно, платили, но разве вот это вот... Мы бы валили мусор, возили, никогда бы этого не делали. Я сама всех ругаю детей. Вот бумажку кинет кто-нибудь, я говорю, не кидайте. Вы ведь сами себе захламляете все. Вы идете по этому мусору. Ну вы не кидайте мусор. Вы лучше куда-то положите в одно место. Ну разве так можно бы? Ну несите там, где он должен лежать, этот мусор. Вот в город, постоянно вожу в город мусор. Еду, машину забиваю с мусором, везу, чтобы выбросить мусор в контейнер. Ну до каких пор это будет продолжаться? Ну помогите вы нам. Помогите решить эту проблему. Ну когда сдвинется все это с места? Ну одна только болтовня. Вот болтовня и болтовня. Ну что-то сделать надо ведь. Ну хоть как-то, ну заставьте вы этих чиновников сдвинуться с места. Ну как они руководят? Ну у хорошего руководителя разве будет столько хлама? Ну руководитель должен болеть душой за это все. А это что такое? Здесь пожар может начаться. Там везде мусор навален, ну везде. Чуть ли на кладбище уже скоро будут валить мусор. Ну как это не стыдно, как это не совестно. И у людей даже не проснется, в душе не проснется, совести никакой нету. Вообще люди стали как мертвые. Ну разве так можно жить? Сергей Путин, обращаюсь к вам. Я живу, я приехала с города Оренбурга помогать дочери. Она приехала по программе «Земский доктор» работать детским врачом. Я приехала как мама ее помогать ей во всем и везде. И вот шестой год я здесь живу, я нигде не видела, чтобы поставили какие-то мусорные баки, чтобы люди спокойно могли выйти мусор выбрасывать. Я его вожу в город. Ну как это так? Вот сейчас я нахожусь на свалке, но у меня вообще в голове не укладывается. Ну как так можно жить? Ну когда это все сдвинется? Ну один разговор. Дочери дали дом. У дома нету, он не стоит в кадастровом учете. Нету документов. Но обещали, что через пять лет она его приватизирует. До сих пор никакой приватизации. Ну сплошной обман везде. Ну до каких пор будет народ мучиться? Владимир Владимирович Путин, я вас очень прошу. Я знаю, что много проблем в стране. И еще тем более сейчас такая обстановка очень сложная, очень тяжелая. Не до нас. Ну как-то хоть минуту выберите время для народа. Я была в Москве в вашем секретаритате. Обращалась к секретарям. Ничего не сдвигается. Это говорит о том, как вы работаете. Ваши секретари работают. Ну разве так можно? Вот это и скажите. Давайте, говорите. Вы должны, скажите, я поддерживаю, чтобы у нас была чистота в стране. У нас как будут жить наши внуки, дети. Ну вот вы представьте себе, ну когда это вот кончится? А вот где это будет выглядеть? Куда это перенесут? Это специальное место. Сделают полигон для утилизации. Все этот мусор соберут. Посмотрите, сколько территорий захламлено. Посмотрите, сколько земли захламлено. Это 27 лет уже идет. Так вот и скажите, что 27 лет это продолжается. Вы скажите, я коренной житель Колтубанки. Да я не коренной. Ну хоть и не коренной, хоть и приезжий. Но 27 лет это все продолжается. И нет у нас, нет у руководителя настоящего. Потому что эта стена Бирюкратии, она не сдвигаемая. Несдвигаемая. Несдвигаемая. Вот они строят себе коттеджи и думают, хорошо будут жить. А они же живут тоже среди этого хлама. Они же тоже этим дышат. Земля-то впитывает, а водой-то мы пользуемся. И все это идет в воду. Вот вы сейчас должны говорить поддержку всего вот этого народа, всего движения. В этом году заканчивается программа экологии. Нам надо в этом году добить их. Понимаете? Я с удовольствием вот эту вашу идею поддерживаю. Говорите, говорите. Надо убрать этот вещь к вам. Куда-то в одно место. Но что-то наше руководство бездействует. Одного выбрали бездействует и второго. И никто сюда не заглядывает. И никому дела нет. Они думают, что это их не коснется. Ихняя семья, она этого не будет видеть. Они чистую водичку будут пить, чистым воздухом дышать. Ну как от этого уйдешь? Никто от этого не уйдет. Вот я сюда год один раз приезжаю, блин, и все больше и больше и больше. Да к могилке уже все засыпали мусором. Не стыдно? Хороним. Зачем тогда их хоронить? На свалку выкидывали. А то сделали кладбище. Ну как это так? Не стыдно перед мертвыми? Как они приходят к родителям? Ой. Что говорить? Я уже устал говорить. Да, вот на самом деле устанешь говорить. Да, собрание. Одна болтовня, одна болтовня. Вот, ну никто не сдвигается с места. Ну как это так, я не понимаю. Вон какие тюки возят. Вот тюки прям возят. Тюками. Вот я и смотрю тюками. Ну. Тюками. Вот. Это вот как вот можно сюда привезти? Ну кто за тебя здесь уберет это все? Вот взял и кинул. Ну так ведь? Ну как вот можно вот так вот накидать? Везде, везде. Вот посмотрите, какие площади. Если замерить, тут можно город построить. Город. И насажать всего. И всего, как говорится, пользоваться по-человечески землей. А ну не так же по-скотски. Это же вообще... Это в голове вообще у меня не укладывается. У вас не укладывается, а у нас, у местных. Вообще. Да, я вот тоже вот... Сколько тут люди вот рядом живущие говорят. Ну, говорят, скоро они до нас дойдут. Вот прям кидают. Не успели даже доехать до этого места. Они уже там начали бросить. Да ладно, сейчас вот чуть-чуть прибрали, а то вообще... А где прибрали-то? Нет, я говорю, хоть чуть-чуть разубожили. А то вообще нельзя было подъехать. Ну, здесь убирать надо... Ой-ой-ой, сколько надо убирать здесь? Ну, можно убрать, надо просто собраться и прямо начинать частями убирать. А посмотрите, вот дымит, да? Это вот дым до хорошего не доведет. Да здесь был пожар. Ну вот, уже был пожар. Еще будет пожар. А какие убытки? Везде горит это... Потом начинают технику вызывать, самолеты, вертолеты. Ну, зачем? Ну, не делайте этого, и все. И не будет. Правильно? Понимаете, 2017 год, сегодня 16 октября. Но мы ведь должны как-то решить эту проблему в этом году. Не решим мы в этом году проблему. Все ляжет под снегом. Так и будет валяться все это под снегом. Ой, Господи, Господи. Ну, за что... Ну, за что вот такое вот мы себе наказание делаем? Меня представляет. А ничего не будет вам, вы не беспокойтесь. Нет, я здесь живу, и не буду афишировать свое имя. Никто ничего с вами не сделает, что вы беспокоитесь. Нам уже... Все, уже терять нам нечего. Мы свою жизнь прожили. Мы уже пенсионеры. Да. Вот молодежь-то как будет жить? Как вот детям смотрят в глаза эти руководители, я не понимаю. Все хорошо у них. Везде все хорошо у них. Там у них у детей уже за границей. Да, они все перевезли их, и все хорошо. А вы оставайтесь, живите. Трактор едет. Зачем только он едет? А мы на дороге стоим, кстати. Что он еще не проедет. Мусор везет, наверное. Нам теперь далеко, наверное, поедет. Он может вот так по вокруг поехать. Трактор освободился от мусора. Спокойно едет и не думает ни о чем. Вывалил мусор и поехал. Вот, пожалуйста, житель Калтубанки. Ну как вот с ним беседовать? Как ему говорить? А ведь технику кто-то ему выделил. Его кто-то направил сюда, мусор вывозил. И посмотрите, сколько собак сбежало. Смотрите. Собаки здесь питаются, а потом разносят болезни всякие. Вот откуда у нас все болезни идут. Вы посмотрите, собаки все расчищают мусор. Вот они, собаки пришли. Они сейчас вот все тут едят, а потом все болезни от них. Вот откуда инфекция? Вот она инфекция. А потом дети к ним подходят, гладят. И, пожалуйста, вот у нас и болезни. Вон сколько собак. По 100 человек на приеме приходят. Столько больных. Откуда они больные? Вот они откуда больные. Вот они, болезни идут. Вся экология наша. Ну давайте в этом году возьмемся. Последний год у нас 17-й день экологии. Ну как-то надо решить эту проблему. Владимир Владимирович, я слез на вас прошу. Помогите нам. Не оставьте нас без внимания. Ну что-то надо делать. Ну не сдвигается. Вот они обещали вывеску повесить. Даже вывески нету. Вот только один обман. Сплошной обман. Вот они собаки. Вы посмотрите. Все они в город сейчас наедятся, побегут в какое-то село. Там дети с ними будут играться. Вот они и болезни. А мы думаем, откуда болезни? Тепом-то посмотрите. Вот еще машина едет. Мусор дезет. Не задумываясь ни о чем. Вот, пожалуйста, проехали. Как должное везут, а везут этот мусор. И никому нет дела. Я вот не знала про эту свалку. Я шесть лет возила в город. Я когда узнала про эту свалку, я поразилась. Ну как люди могут так захламить столько площади? Это представляете, какие земли под этим мусором лежат? Ну можно целый город отстроить. Ну как это можно так? Вот оно, могилки наши. Наши отцы. Деды лежат. Родители. Родственники все близкие. Ну как вот они смотрят, как люди проезжают с мусором. Валят и валят и валят. И здесь уже до кладбища дошли. Везде мусор валяется. Ну и даже не доезжая до свалки уже. Везде бросают, везде мусор. Какие дома начинают здесь строить? Посмотрите, у нас какие ёлки стоят красивые. И рядом свалка. Ну как можно так? Ну давайте вот как-то возьмёмся. Я не хочу никого обвинять, что кто-то виноват. Но мы все виноваты в этом, что у нас везде один мусор. Но надо взяться за этот мусор. Вот посмотрите, везде уже со свалки летят. Весь хлам, весь мусор. Со свалки. Вот машины едут вываливать мусор. Но все на свалку едут. Вон какие коттеджи отстраивают. Ну посмотрите, какие дома отстраивают. Можно было бы и там понастроить. Отдали бы эти земли бесплатные людям. Может быть они и навели бы порядок. Каждому сказали бы, забирайте клочок земли и расчищайте. И может быть действительно у нас какой-то порядок бы образовался. И не было бы такого хлама. Ну почему вот я в Прибалтике была, да. У них вот настолько лес, как будто вот под метёлку вымели в Прибалтике. Отдыхала в Прибалтике. Это же... Я поразилась такой чистотой. Нигде, а тут вот они со свалки уже. Посмотрите, сколько бутылок валяется. Вот они. А тут зато коттедж какой строят. Самое главное коттедж отстроить. А мусор пусть валяется. Вон, посмотрите. Это все со свалки. Все кидают и бросают. Вот рядом. Вот буквально 10 метров от свалки. Ну как это можно так? Ну что-то надо решать. Ну давайте как-то делать будем. Что-то делать. В этом году тем более нам надо сделать. Ну в этом году заканчивается экологическая программа. Ну надо как-то нам решить этот вопрос. Вот люди, посмотрите, какие коттеджи строят. А елки какие у нас красивые. Какие леса. И все это захламлено. Боже мой. Ой, господи, господи. Ну что говорить. Я не знаю даже. Вот посмотрите, пожалуйста. Сердце Бузулукского бора. В каком состоянии находится. В самом поселке уже стали валить. Уже не могут даже до свалки доехать. Посмотрите, сколько навалили мусора. Ну и что, что тут рядом барак на снос идет. Так нельзя же это все валить. Весь мусор валить. Ну какие-то даже, может быть. Ну бабушки вряд ли они будут валить сюда мусор. Понимаешь, старики не будут валить мусор. Это только молодежь может кидать. Потому что она невоспитанная. Смотрят на родителей. Родители везут, куда попало мусор. И они вот кидают, бросают. Ну как это вот так? Это же ужас какой-то. Все захламили. Даже уже колтубанку. Сердце Бузулукского бора. Это вообще жемчужина Бузулукского бора. У нас какие леса. Люди приезжают в Бор отдыхать. И вот на это все смотреть. Весь поселок утопает в мусоре. Ну где у нас хозяин? Настоящий хозяин. Где у нас? Чтобы по строгости как-то штрафовали. Ну надо как-то платить что ли за это? Или изымать деньги? Не знаю даже. У меня в голове не укладывается. Вот посмотрите. И по всему поселку вот проедешь. И вот сколько везде точек накидано мусора. Вот я не знаю даже. Все как-то возле дома убирают все. Сжигают. Увозят куда-то. Не знаю даже. Ну что это такое? Это стыд, позор. Вот понавалили и все. Вот это кстати хороший этот. Вот. Посмотри что. Хороший такой. Борак до сих пор не разберут. Уже всех по выселению. И до сих пор стоит этот барак. Вот всех уже расселили. И все он стоит. Нет у нас руководителя хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова